Обменяться опытом, рассказать о законодательных новшествах и достижениях коллег по парламенту. Таковы задачи семинаров совещаний, которые проводит Московская областная дума в разных муниципалитетах Подмосковья. Видно, на очередном таком мероприятии в историко-культурном центре собрались парламентарии, чтобы обсудить множество важных для Ленинского городского округа вопросов. Мы решили не только перед вами выступить, но послушать вас, какими-то вашими ответными предложениями, в первую очередь по закону творчества. Я очень надеюсь, что все присутствующие, все участники, которые заявились, участвуют в этом семинаре, воспользуются такой уникальной возможностью и вживую общаются с руководительными комитетами Московской областной думы для того, чтобы те вопросы, те наболевшие проблемы, которые существуют, можно было обсудить. В начале семинара парламентарии обсудили перспективы развития и становления местного самоуправления, а также законодательные изменения в этой области. Долгий путь становления местного самоуправления не завершен. 131 закон, на основании которого мы до сих пор работаем, пока действует, но готовится новый. Он немножко затянулся с принятием, но тем не менее он есть, над ним идет серьезная работа в Государственной думе. Хотелось бы поблагодарить за инициативу, тоже от нас сходила в этой части по выборам старост. Действительно, как бы раскрывает возможность для активных граждан данная инициатива и данный закон, который вы поддержали. Также в ходе семинара парламентарии коснулись вопросов взаимодействия на уровне законодательных инициатив и правоприменительной практики, использование информационных технологий в своей работе финансовой и инвестиционной политики транспорта и социальной инфраструктуры. Анализируя данный бюджет, мы увидели о том, что действительно социально направлено. 86%, более 76% приходится на образование культуры, спорта, охране и социальной политики. Поговорили о том, как важно продолжать помогать жителям Донецкой и Луганской народных республик, мобилизованным и их семьям. Депутат Совета депутатов Валерий Черников рассказал собравшимся, что силами парламентариев и неравнодушных жителей Ленинского городского округа было собрано и отправлено около 70 тонн груза. И такая работа будет продолжена.